До начала презентации перевода романа многочисленные гости мероприятия могли ознакомиться с интересной экспозицией, посвященной самой книге «Отчизна» и ее автору, народному поэту Абхазии Мушни Ласурия. Я открыл наш фото, материал, рассказал, что я хочу, чтобы 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 я хочу. Торжественную встречу открыла министр культуры и охрана историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Ячхляя Хараг Musical поэт, мужчины Ласурия Акршукса, Авуз-Здей heh ануз, я же���ра150, Parliament и Джинч Адзиргера. Як забывает у меня свеки уже Jared's музея Риадзиргара... Амлазар, и если за чушук, за юнижие жопаты, ашук с корзы, сары из лаз даргала обробь, рабхед за ашку и кубш, аусура дахала, а музей усую к яхаса была. Над романом «Аджинч» в Мушни Ласури отрудился более 10 лет. Эта книга стала художественным отражением трагических и одновременно героических событий, выпавших на долю абхазского народа. К работе над столь важным для страны изданием автор пригласил опытного мастера литературного перевода Наталью Ван Ханен. Прежде чем взяться за текст, необходимо было ознакомиться с историей страны и людьми, населяющими ее, отмечает московский специалист сегодня. Работать пришлось, наверное, два с половиной года. Так получилось. Конечно, мы надеялись сделать это быстрее, но не получалось. И работа очень большая, очень, конечно, разнообразная, потому что там очень разные главы, очень разные, я бы сказала, регистры речи. Там есть героическая интонация, есть очень лирическая, есть такая просто оплакивающая. Очень разные. Для этого надо было находить слова. И кроме того, мне, конечно, надо было войти в саму тему Абхазии. Презентация романа в стихах «Отчизна» стала важным событием для культурной и общественной жизни Абхазии. Его посетили представители научной интеллигенции республики. Среди них ученые, литераторы, историки и многие другие поклонники творчества поэта. Все они отмечали высокое качество работы, проделанной переводчиком Ван Ханен. Кажется, что это было не только woman, но и обожать, без Это глаза еще холы. А это говорит Наталья Юрия Абхана Ванханин-Лабзорана. Пособие по истории, облаченное в художественную поэтическую форму повествования. Книга «Отчизна» легко читается, описанная здесь не что иное, как самая настоящая правда о судьбоносных событиях, боли и чаяниях абхазского народа. И читая это произведение, я часто очень долго читал, во-первых. И часто останавливался, потому что мысли возвращали в то время. И я подолгу вспоминал, размышлял о том, что было в то время. Ну, это хорошо известная нам история всем. Я поймался на той мысли почему-то, что это для нас, наверное, сравнимо с Ильядой Гомера. Я подумал, что через века люди будут читать ее, так же, как о событиях Троянской войны, о том, как воевали донайцы с Ильоном. Автор перевода Наталья Ванханин осталась под впечатлением после знакомства с историей немногочисленного абхазского народа, что в условиях современного мира смог сохранить непоколебимую любовь к родине, которая помогла выстоять в жестокой и неравной войне. Повсюду здесь страдания следы, о голос человеческой беды. Я из Кенги, мы выжжены дотла, я из Тамыша, весь Тамыш зола, зола и пепел, пустоши подстать. Здесь, под Москвой, мы думаем назвать одну деревню именем Тамыш, хоть родину, увы, не повторишь. Благодаря изданию «Отчизна» многие люди в России и по всему миру смогут не только насладиться красотой и величием стихотворного слога абхазского поэта, но и узнать больше о том, чем живет Абхазия, о ее прошлом и настоящем. Амелия Сатурян, Торник Амичпо, Абазатовая.